Добрый день, уважаемые радиослушатели, радиостанция ПЛНФМ, и сегодня у нас старт нового проекта, программа «Креативная экономика». Вот о чем, собственно говоря, этот проект, что такое «Креативная экономика», будем говорить в этой студии, ну, прежде всего, с постоянным экспертом программы Анастасией Ивановой. Анастасия, я тебя приветствую. Анастасия, как всем, полагаю, известна, руководитель центра «Мой бизнес». Здравствуйте. Сейчас я сначала немножечко про программу, а потом уже представим гостей нашего сегодняшнего первого выпуска. Пожалуй, самое главное, помимо того, что, конечно, будем говорить о том, что такое «Креативная экономика», в нашей программе будем знакомить псковичей с представителями индустрии «Креативной экономики». Можно так, да, говорить? Да, конечно, так это правильно. Индустрии «Креативной экономики» до Псковской области. То есть не теоретически, абстрактно, отвлеченно рассуждать, а вот на практике показывать и рассказывать, как это все работает. Ну и сегодня у нас первая программа. Сразу же мы решили ее провести в формате круглого стола, и вот за этим, ну как сказать, да, в «Креативной экономике» круглый стол, естественно, сразу же стал овальным, да. То есть тут сразу же такой момент креатива. Подготовились. Да, да, немножко растянули стол. Сегодня у нас представители одного из направлений «Креативной экономики». Я сразу скажу, что мы будем на наших программах периодически собирать представителей того или иного сектора, сегмента, направления вот этой самой «Креативной экономики». Будем рассказывать, как это работает все в Псковской области и, собственно говоря, какие тут успехи, достижения и трудности. Так вот, сегодня у нас здесь представители индустрии моды. Вот если вы думали, что индустрия моды — это, понимаете ли, Париж, Милан, там, Нью-Йорк и прочие, значит, крупные столичные города, обязательно там Пакарабан какой-нибудь покойный, кстати, то нет. «Креативная экономика» и, соответственно, «Индустрия моды» прекрасно существуют в Пскове. И вот сегодня мы, я полагаю, так сказать, подтвердим этот прекрасный факт. Соответственно, представляю наших гостей. Так, в порядке, как у меня записаны, поэтому, ну, тут, я думаю, непринципиально. Арина Овчинникова, создатель бренда одежды «Карман». Здравствуйте. Татьяна Гаврилова, создатель мастерской одежды «Любо Дорого Мануфэкчер». Я правильно сказал? Все верно. Это надо, наверное, говорить вот так «Любо Дорого Мануфэкчер». Ну, практически можно и так, в яркости. Ага. Так, Вера Григорьева, создатель брендов «Волхаус» и «Альпикора». Ну, наверное, да, так получается, что, конечно, вот я как человек не очень погруженный в эту сферу, но вот тут для меня уже знакомые слова. Да, знакомые, да. Очень приятно. И Ксения Левченкова, персональный стилист. Ну, вот, собственно говоря, в таком составе, и, повторюсь, постоянный эксперт программы Анастасия Иванова, мы сегодня обсудим, какова же у нас, собственно говоря, ситуация в сфере моды. Высокая она какая-то еще. Но давайте начнем все-таки, поскольку у нас первая программа, поговорим о том, что такое креативная экономика. Анастасия, в чем суть, что значит креативная, бывает не креативная экономика, ну и, соответственно, как с этим обстоят дела в нашем регионе. Да, но я бы немножко прокомментировала именно сектор креативной экономики, да, потому что понятно, что понятие креатив чаще всего воспринимается как какое-то творческое направление, но если мы посмотрим в разрезе именно экономики, то под креативной экономикой подразумевается создание какого-то продукта интеллектуальной собственности или что-то, да, что субъект создает, и на что он имеет вот свою интеллектуальную собственность, свое право. Авторское право практически. Ну, по большому счету, да. Это продукт, там, начиная от продукта мастеров, да, если мы говорим, там, в том числе про какой-то конкретный товар, одежда, там, мебель, да, ну, то есть то, что мы можем потрогать, но при этом есть большой сектор индустрии, где продукт — это, ну, какая-то услуга, да, или какой-то товар, который невозможно потрогать, музыка, ну, к примеру, да, как вариант, какое-то произведение искусства или какая-то, может быть, книга, да, то есть, ну, какой-то контент, который в том числе является продуктом труда конкретного субъекта. И уже, ну, уже несколько лет активно ведется в нашей стране история, связанная с развитием креативных индустрий, но в этом году на уровне пилотных регионов в регионах внедряются региональные стандарты по развитию креативной экономики. Псковская область вошла в эти пилотные регионы. В конце марта было подписано соглашение между агентством стратегических инициатив и губернатором о том, что у нас в регионе будет реализовываться региональный стандарт по развитию креативной экономики. Это достаточно большая работа, и она, конечно, направлена на то, чтобы с одной стороны, в первую очередь, проанализировать текущее, то есть мы не говорим о том, что у нас сегодня креативная экономика каким-то образом там развивается, представлена, и все замечательно. Мы говорим о том, что мы находимся в стадии выявления вообще тех или иных направлений, которые сегодня в регионе актуальны, которые сегодня в регионе можно развивать, на что есть потребность, где непосредственно вообще в целом есть сегодня бизнес. И что интересно, в целом по всей стране агентство стратегических инициатив предлагает такой вариант, что не выбираются какие-то конкретные унифицированные отрасли. Ну, к примеру, там все говорят про развитие IT. Да, это один из секторов креативной экономики. Но нужно понимать, насколько в нашем регионе сегодня возможно вообще-то направление развивать. Есть ли у нас сегодня потенциальные будущие предприниматели в этой сфере, как сегодня образование настроено. Да, то есть здесь такая ведется глубокая работа по выявлению вообще перспектив для того, чтобы тот или иной сектор экономики мог в регионе развиваться. Поэтому у нас стоит задача в первую очередь сегодня проанализировать, а что у нас сообществами креативных индустрий, кто на сегодня эти люди, кто занимается, есть они, нет их, нужна им поддержка, не нужна, или у них и так все хорошо, и, в общем-то, не трогать, они остаются в регионе, или они в целом уезжают в другой регион, и почему, да, то есть каких не хватает сегодня ресурсов, чтобы можно было местно те или иные направления развивать. И в рамках как раз-таки этого регионального стандарта мы и в том числе спланировали для себя именно познакомиться, пообщаться с сообществами того или иного направления, чтобы можно уже было это каким-то образом оформить. Но и в рамках региона, безусловно, на основании исследований, обратной связи от предпринимателей уже будет формироваться дорожная карта по развитию направлений. И тоже важно, я бы, да, такой сделал акцент, что не только орган исполнительной власти будет сегодня решать, какое направление мы будем развивать, какие мы будем мероприятия, включая дорожную карту, потому что как раз-таки агентством заявлено, чтобы в регионе были созданы региональные экспертные группы, куда входят уже с определенным опытом предпринимателей скреативного сектора, ну, не только предпринимателей, конечно, да, и представители там госструктур в том числе, общественных организаций, которые будут курировать то, что мы там сегодня все вместе будем придумывать. То есть такая достаточно большая работа, а нам со своей стороны, чтобы понимать, как работать, какие направления нам развивать, какие мероподдержки разрабатывать в регионе и для кого в первую очередь, чтобы мы не придумали что-то, что в итоге окажется никому ненужным. Нам как раз-таки очень важно сегодня видеть наших представителей креативной индустрии. Получить от них какую-то обратную связь. И конкретно точечно, очень точно, потому что каждый сектор — это прямо отдельный мир, да, у них совсем разные потребности, разные запросы. Да, в общем, на самом деле мы поэтому и планируем здесь собирать в студии, вот что называется, по отраслям, да, по направлениям, потому что, наверное, было бы странно объединить представителей моды и представителей IT, допустим, и музыкантов, да, у которых там на моду найти свои совершенно взгляды. Если я вот правильно понимаю, правильно понял, то вот развивалась индустрия сама по себе, то есть она доросла самостоятельно, без, слава богу, вмешательства помощи и вреда со стороны государства до определенного уровня. Теперь вот государство обратило внимание, но в хорошем смысле этого слова. Ну, в хорошем смысле, да, потому что мы понимаем, что эта индустрия, она в первую очередь, ну, наверное, она не то чтобы в первую очередь, но так или иначе огромное количество именно молодежи, молодого поколения, оно входит в эту индустрию. Плюс большое количество людей, кто до какого-то момента не воспринимает вот эту вот творческую составляющую, той деятельностью, которой он занимается, как, ну, вообще бизнес, да, и чаще всего люди, многие занимаются этим, не выходя вообще в экономическое поле. Это еще отдельная задача. Да, ну, и я бы тоже со своей стороны хотела, в том числе всем участникам озвучить, что мы, хотелось бы такого неформального общения, чтобы прямо была честность, потому что мы со своей стороны тоже собираем обратную связь, чтобы понимать, как нам потом что-то усовершенствовать, что-то интересное сделать и реально помочь, чтобы это была реально какая-то поддержка. Да, я добавлю, что мы эту программу «Креативная экономика» делаем совместно с Центром «Мой бизнес», ну, собственно, поэтому во многом Анастасия… Поэтому я эксперт, постоянный. Да, поэтому эксперт, да. Ну и кроме того, насколько я понимаю, Центр «Мой бизнес», он так или иначе вот эту сферу курирует. Да, мы выбраны указом губернатора опорной организации, которая в регионе, вот как раз-таки в рамках этого регионального стандарта будет заниматься именно развитием «Креативной экономики». Так, ну, давайте тогда к нашим гостям перейдем. Прежде всего, я думаю, что большинство из псковичей достаточно, ну, туманно, я бы сказал, ориентируются в индустрии моды, за исключением каких-то вот там сфер высокой моды и похода по магазинам, да, представления, как это все выглядит в конечном формате, интересно. Как это все работает в Пскове, ну и, наверное, прежде всего, как, почему, как пришли в эту отрасль, как вот пришли к мысли о том, что можно этому посвятить жизнь, и это может приносить успех. Так, ну, с кого начнем? Все так задумались. Так, ну, давайте тогда вот, собственно говоря. По порядку. Да, по порядку. Так, Арина Овчинникова, бренд одежды «Карман», давайте с вас начнем. Да, у меня бренд одежды «Карман», это апсайклинг-студия, такое молодое, может, даже и немолодое направление. Мы шьем одежду из одежды, недавно открылись, ну, сравнительно недавно, в 21-м году, в конце года, и получается так, что у меня каждая моя вещь, она в единственном экземпляре. Вот, этот вектор взял большое распространение, когда был ковид, и дизайнеры тоже сидели дома, им нужно было чем-то заниматься и продолжать творить, и вот тогда вот как раз апсайклинг набрал обороты. Апсайклинг, насколько я понимаю, это вот что-то вторичное использование каких-то материалов. Да, это эко-тема. Получается, мы берем одежду и создаем из нее новую одежду. Она проходит обработку химическую всегда, и это получается такой как бы на грани творчества, эко-темы и винтажной темы, потому что есть успешные винтажные проекты, которые тоже работают и продают одежду. Почему я вообще это создала, как это случилось? Я все время думала о том, как бы мне сделать что-то свое, но так, чтобы мне было интересно это делать, и при этом чтобы это было что-то творческое, и чтобы это было что-то, что я могла бы дать людям, чем бы они могли пользоваться. И вот это как раз получилось на стыке производства и творчества как раз. А это, ну, я всем буду, наверное, этот вопрос задавать, это прежде всего бизнес или это скорее, ну, хобби и попытка посмотреть, ну, что из этого получится? Да. Ну, сначала это был более творческий проект, но сейчас я стараюсь его масштабировать, хожу на разное обучение и стараюсь максимально все процессы делегировать, введение соцсетей, пошив, ну, вообще все-все-все-все-все-все, я сейчас в основном занимаюсь только продвижением. Ну, и, конечно, хотелось бы, чтобы это было максимально про бизнес. Пока что это все равно больше как творческий проект, но я иду к этому пути. Так, хорошо. Так, Татьяна Гаврилова, мастерская одежды, Люба Дора. Как правильно все-таки? Вот сочетание двух русских слов и одного английского. Как это? Мы начали уже пять лет назад свое творчество. Все-таки это творчество началось. Мы сегодня яркий представитель креативных индустрий, да, потому что началось это все с хобби, с увлечения и вдохновения. Сейчас это уже более-менее похоже на очень малый бизнес. А назвать нас правильно будет Люба, потому что мы в процессе, да, в процессе своего развития поняли, что вовсе и недорого. А, да, да, да. Слово «дорого» в бренде. Да, то есть все-таки я предполагаю, что это ценно от сердца, однако не так уж и дорого, как могло бы показаться. Я являюсь руководителем этой мастерской, являюсь основным дизайнером, если так можно сказать, и продвиженцем тоже, в общем-то, да, главой этого направления. Мы занимаемся пошивом одежды, в общем-то, в целом современной, но в фольклорной тематике. Такой мы выбрали себе интересный сегмент. Он, с одной стороны, исключительно фестивальный, но, с другой стороны, почему бы для Псковщины и не иметь такой бренд? Потому что для нас фестивали, например, в летний период, это совершенно будничная тема, и многим совершенно не в чем там блеснуть. Тем более теперь у нас в фестивале каждый практически выходной, и никто еще одновременно. Да, можно даже в нашей одежде и просто хипануть, где-то в загородной базе отдыха, или просто позволить себе косить, как у нас любят тоже покупать рубахи, косоворотки, для того, чтобы заниматься своим хозяйством, для себя, как бы сказать, в удовольствие. Вот, родился наш бренд с производства косовороток, потом перерос уже для комплекта, для семейности в производство и женской, и детской одежки, аксессуаров некоторых, которые этот комплект смогут увязать и сделать, что самое главное и хитрое, актуальным. То есть мы вот это пытаемся линию как-то выдержать, сами ищем, в процессе творческом находимся, меняем модели, что-то является массовым производством, что-то индивидуальным. Но самое главное для нас, конечно, это отклик, когда мы встречаемся фактически с людьми на мероприятиях, на форумах, мы видим, что мы востребованы, и вот это для нас двигатель, самый основной. И поэтому я бы это не назвала в чистом виде бизнесом, а скорее какое-то некоторое социальное движение, которое, конечно, имеет бизнес-основу, иначе мы бы не смогли выжить. Ну, будем надеяться, что и государство, оно поможет, наверное, в каких-то вопросах, которые позволят на качественно новый уровень переходить тем, кто готов. Я думаю, еще это будем обсуждать, фактические меры поддержки. Для нас это очень важно. Я прямо на себе вижу, как мы растем, как мы приобретаем уже какую-то базу правовую, развиваемся в рамках федеральных, можем конкурировать. И только это благодаря, конечно, субсидиям. Так, интересно. Интересно. У меня там будет еще потом. Я посмотрел, зашел на ваши, в основном, страницы в социальных сетях. У многих, да, интересно. Интересно. Поговорим об этом чуть позже. Вера Григорьева, бренды Вулхаус, Альпикора. А вы вот не смотрите на все это свысока? С высоты вашего результата достигнутого? Нет, я оцениваю, как здесь и сейчас. Бренды появились уже больше 20 лет назад. Я такой сторожил сегодня здесь. Но мне очень интересно видеть, как все меняется, с чего все начиналось. 20 лет назад еще не было социальных сетей, таких этапов продвижения активных нейросетей, да, сейчас популярных очень. Это было живое общение в основном на выставках. Мы постоянно участвовали. Сейчас вот это уже уходит все на просторы интернета и идет уже такое другое продвижение. Конечно же, идешь в ногу со временем, видишь, как все меняется, и ты этому следуешь и развиваешься. Вот. Я очень всегда на одной волне с молодежью, потому что я буквально недавно, когда поздравляла с днем легкой промышленности свой коллектив, говорила о том, что я бы хотела бы, чтобы как в Италии, так как мы очень много тканей именно там покупаем, сохраняются семейные традиции, так и сохранялись бы семейные традиции у нас на фабрике, в семьях, чтобы швеи, технологи, дизайнеры рассказывали, насколько это действительно творчески, насколько это все от души, насколько это бывает даже до мурашек. То есть я стараюсь вот это все внедрять. Очень сейчас веду активную работу с молодежью, присутствую на защите диссертации, и в Москве активно с вузами работаю, и во Пскове активно с вузами. Также мы обучаем и с Островским многопрофильным колледжем, и с Псковским училищем. Сейчас вот проблема кадров, девушки сказали, они, может быть, еще не столь столкнулись с этим, как я, да, и я этому посвящаю очень-очень много времени, ресурсов. И моя, наверное, такая мечта, мы хотя уже выходим, это вот если говорить то, что Анастасия затронула тему, какая нужна поддержка. Поддержка, наверное, нужно начинать со школ и вот возвращать это, любовь к технологии, по-другому как-то это все показывать, ну, не столь, ну, показывать жизнь, показывать, что это действительно достойное все, это создается здесь, там, на Псковской земле. И, наверное, не знаю, мне Псковская земля меня развивает, потому что, наверное, большой. Я очень люблю Москву, люблю там работать, работать, ну, вот немножко в другой, вот бегом-бегом все переделать. Как в другой стране, понятно. Да, как в другой стране, действительно, да. А здесь ты вот отдыхаешь, работая в Пскове и также в путешествиях. Вот у меня всегда, наверное, работа связана, если я отдыхаю, то все равно отдых связан с работой. И это очень интересно. Мне вообще кажется, что это вообще вот поймал себя на мысли, что креативная экономика — это когда работа как раз вот на стыке хобби, когда ты работа, работа приносит удовольствие, ты этим занимаешься не потому, что нужно зарплату зарабатывать, на что-то жить, как говорят, да. Вот ты нашел себя, и счастливый человек, который, в общем, занимается тем, что ему нравится, еще это приносит, собственно говоря, деньги. И объединяешь людей. Я стараюсь объединять весь свой коллектив, начиная от дизайнера, который, конечно же, творит, да, безусловно, рисует эскизы и все эти процессы, заканчивая швеей моими клиентами, которых уже больше двухсот по всей России, они продают бренд. То есть мы работаем уже не только на псковской земле, а продаем в основном по всей России. Когда они приезжают на фабрику, и они делают вот это «Спасибо большое за ваши ручки», вот. И действительно ты понимаешь, что швеи, ну, с благодарностью у них открываются сердца, они понимают, для кого они это делают, как они это делают. Это не какая-то рутинная, скучная, монотонная работа. Да, я хотела маленький комментарий добавить, вот относительно в том числе и потребностей в кадрах. Еще маленькую тоже мысль сказать. Вот в рамках как раз-таки регионального стандарта от агентства «Стратегический инициатив» есть такие рекомендации о том, что как раз-таки регион, понимая, например, сегодня потребность в той или иной профессии для развития того или иного сектора экономики, он в том числе должен на уровне уже школ, на уровне техникумов, колледжей внедрять дополнительные либо специальности профессиональные, либо там, ну, каким-то образом заниматься диверсификацией потоков студентов, которые принимаются в вузы. То есть мы здесь понимаем, что, ну, просто так говорить там про развитие моды, если мы понимаем, что на сегодня некому шить, ну, это можно годами говорить, ничего не изменится. Поэтому здесь как раз-таки стоит история в том, чтобы вот эти все процессы завязать. И еще тоже, вот мы сегодня, да, говорим про псковские бренды, да, ну, вот там представители одежды, которые создают псковский бренд. Это тоже одна очень важная составляющая использования продукта местных производителей, креативного сектора вообще в целом в позиционировании региона, да, как с точки зрения туризма, там, в внедрении, включении этого продукта вообще в региональную какую-то вот даже сувенирную историю. И об этом тоже очень много прописано в стандарте, о том, чтобы как раз-таки наших местных представителей креативного сектора включать в какие-то вот проекты, которые будут помогать продвигать им свой продукт уже за пределами региона. Потому что, понятно, в регионе плюс-минус тебя как-то могут знать, и то не факт, да, мы знаем, ну, наверняка вот, Константин, вы не со всеми знакомы были, хотя там тот с 21-го года уже свой бренд одежды делает. Но, кстати, да, Арина не сказала, что вы сегодня, у вас уже есть свой, как правильно его назвать, магазин, не магазин, ну, псковских дизайнеров. Шоурум. Ну, представительство в магазине, да, да, то есть это уже какая-то точка, куда может прийти в том числе турист или кто-то, да, кто может посмотреть и вот именно понять. До этого я в Петербурге также выставлялась. Да, ну, то есть какие-то такие истории, это вот очень важно сегодня как раз-таки как-то вот это все соединять и помогать, плюс есть же истории коллаборации, когда мы говорим, например, да, про дизайнеров одежды и про, это то, о чем сегодня тоже много говорится, про так называемый геобрендинг регионов, да, когда есть какая-то история, что у региона есть какой-то свой культурный код, ну, какая-то историческая, да, история, и как раз-таки внедрение вот этого вот элемента в продукт, который создают сегодня наши, ну, мастера, производители того или иного, это тоже очень важно, потому что в отдельных регионах, например, есть история, что какой-то отдельный элемент используется в производстве продукции, и он ассоциируется с регионом, да, это гораздо лучше потом продается, да, нежели просто самостоятельно придуманную историю. Это как сниток. Ну, сниток это, да, ну, как вариант, да, то есть может быть там, если мы говорим про одежду, то может быть какая-то там уникальная, я в этом не сильна, да, но какая-то строчка. Мы, например, говорили о том, что даже мы в прошлом году поднимали на нашем форуме по креативной экономике такую тему, как даже вот территория города Пскова и понимание, например, там предпринимателей, которые открывают либо точку торговую, да, либо там шоурум, либо что-то, они могли бы даже, возможно, в названии использовать какой-то вот стиль там псковский, да, ну вот какие-то такие истории, как такой справочный, где можно было бы взять вот этот уникальный код культурный, да, нашей области и использовать в своем продукте, потому что это гораздо проще потом реализовывать за пределами региона. Это всегда интересно, это сегодня востребовано. И вообще сегодня востребовано тоже, чтобы было такое понимание, несмотря на всевозможные санкции, да, нашей страны, но за пределами нашей страны сегодня большой спрос идет и запрос на уникальный региональный брендовый продукт. То есть не всероссийский бренд, да, которым чаще всего закрыт выход, да, а именно региональные бренды и с этими региональными брендами очень активно сегодня готовы работать за урбежные страны. Это действительно так. Ну и даже, наверное, вот для человека, я вот совершенно с позиции обывателя говорю, да, то есть, ну, 99,9% из нас одеты в масс-маркет, в шерпотреб, и в какой-то момент, наверное, хочется чего-то, особенно, кстати, сейчас, когда, уж извините, 99,9% одеты с вот той самой фиолетовой, значит, онлайн-площадки, да, одни и те же бренды, потому что плюс-минус мы все в одних финансовых возможностях. И когда ты идешь на встречу, ну, вот у меня, кстати, была ситуация, по-моему, чуть ли не на прошлой неделе, когда пришел гость, я понимаю, что мы с ним сидим в одинаковых футболках одного и того же бренда, с одинаковым рисунком, только разный цвет у нас вот тут, собственно говоря, и мы вот, ну, да, прекрасно наделись. Интересно спросить у Ксении, вообще, есть ли запрос на российские бренды? Маленький комментарий вот по поводу того, как мы одеты. Совсем недавно завершился Петербургский экономический международный форум, и на одной из секций, где обсуждали в целом экономику, малый бизнес, и, безусловно, опять пришли к креативной экономике и к производителям нашим отечественным, провели опрос, кто из аудитории, находящейся в зале, на ком был хотя бы один элемент одежды или обуви наших отечественных производителей. 82% вот из всей аудитории, а мы примерно понимаем, какая там аудитория. Брионе. Ну, то есть российские бренды, да, то есть понятно, что это, ну, понятно, что бренды российские тоже бывают разные, но, тем не менее, сегодня уже становится там не стыдно носить, как мне кажется, но вот мне интересно профессиональное мнение, и мне кажется, классно, когда ты говоришь, что на тебе российский бренд, а если это made in pscove, это и качественно, то это заставляет еще, как мне кажется, немножко гордиться. Тем более это может быть, как вот мы выяснили, это может быть вообще уникальный, единичный экземпляр, и ты вот тогда идешь вообще в любой коллектив, в любую аудиторию, ты идешь, ты понимаешь, что... Ну, мне кажется, для мужиков-то это попроще, конечно, а вот для женщин, мне кажется, это очень важно. Ксения. Да, здравствуйте, еще раз. Отвечая на вопрос, насколько сейчас востребованы российские бренды, определенно очень востребованы, в связи с событиями происходящими, уходящие бренды от нас многие ушли, и стилисты многие, по крайней мере, мои коллеги, с кем я постоянно в диалоге нахожусь, мы очень прям, очень используем продукцию российских брендов. Вы сейчас спросили, много ли людей в нероссийских брендах, я подумала, что у меня из нероссийского только, наверное, носочки надеты сегодня, а так все с головы до ног, и, собственно, даже я, так вы осматриваете тоже. Блин, ну, это дело. Да, и я приглашена как стилист, но при этом у меня тоже был опыт построения бренда одежды, и я вот донашиваю свой опыт, а половина другая лежит у меня дома в коробке опыта моего с одеждой. Вот, поэтому, отвечая на вопрос про российские бренды, очень востребована, да, и доставки зарубежной, там, наверное, их не стоит озвучивать, да, все, но они, как бы, сейчас осложнены, конечно, есть способы там с помощью байеров что-то себе заказать, но в целом мы пользуемся тем, что нам сейчас рынок предоставляет, и очень качественный продукт стал, очень обширная, вариатив большой, вообще, в принципе, разных моделей, и я прям активно использую. Слушай, а я вот спрошу, как мужчина, потому что, ну, конечно, индустрия, в первую очередь, ориентирована на женскую аудиторию. Я зашел перед программой, перед эфиром, посмотрел, смотрю, что практически все работаете, в том числе и для мужчин, может быть, в меньшем объеме, но мне сложно просто понять вот соотношение. Насколько сегодня мужская аудитория, скажем так, вот, она ориентирована и готова, готова, прежде всего, к такому контенту? Мужская аудитория, она сегодня очень обижена, на самом деле. За отсутствие, да? За отсутствие, да, потому что российский рынок, вот, он, эта ниша не заполнена, и вот кто ее заполнит, кто сможет, я думаю, что будет успех. Вот, я была недавно на конференции Fashion Upgrade, и вот об этом как раз очень много мы говорили. Так, ну, хорошо, а если все-таки перейти уже к такому сухому, а меры поддержки, про кадры, я вот понял, да, с кадрами понятно, чего еще ждете от возникшего к вам внимания со стороны государства? Ну, кадры, наверное, не только, чтобы мы несли сейчас среди молодежи, да, что это популярно, что нужно смотреть и на данные, не быть только юристами и экономистами, как было модно открывать вот именно для себя такие специальности, но и, может быть, поддержка со стороны государства каких-то льгот, когда приходит, мы же очень много вкладываем в новых сотрудников обучения, это действительно очень большой труд, но, тем не менее, мы сразу платим налоги за заработную плату, очень высокие, хотя есть небольшие меры поддержки, но хотелось бы немножко их расширить, да, чтобы была возможность прийти, и мы как работодатели получили какие-то льготы, вот, когда приходят молодые, были заинтересованы в их обучении, и чтобы, да, они оставались. Анастасия, а вот по какой, так сказать, линии, вот, льготы, помощь, что государство все-таки, в каком оно направлении мыслит, по крайней мере? Ну, давайте так, если мы говорим относительно, просто история с кадрами, это прямо отдельная история, это прямо отдельное направление, которым там сегодня задача на государство, да, я думаю, что какие-то истории, связанные с льготами и с привлечением молодежи, они условно рассматриваются, но не в рамках креативной экономики, а вообще, потому что сегодня потребность в кадрах везде, да, и это как бы рабочие специальности в основном, поэтому это прямо отдельная история, по которой идет работа государства сегодня, я точно знаю, что есть там всевозможные разные проекты того, как эту проблему сегодня решать, но это все уровня, на уровне образования идет в любом случае, да, среднего, специального, школьного и высшего, то есть решаются все эти вопросы. Если мы говорим конкретно про развитие сектора экономики, да, и увеличение там доли валового продукта именно сектора креативной экономики в там экономике региона, то здесь в первую очередь, ну, я, наверное, скажу, как есть, понятно, что есть центры мой бизнес и подобные такие же центры мой бизнес в других регионах, где так или иначе какая-то там финансовая поддержка, либо льготный кредит, либо там минимальное какое-то софинансирование за год по продвижению или еще почему-то, она существует для всех, мы не выделяем отдельный сектор креативной экономики, но мы вообще в своей структуре понимаем, что у нас порядка 70 получателей поддержки, это так или иначе, их раньше так не называли, а сейчас мы, как бы приведя классификацию, понимаем, что это тот самый сектор креативной экономики. Но со стороны нашей страны, да, на федеральном, на федеральном повестке, на федеральном уровне все-таки идет история к тому, что здесь на уровне региона должна произойти определенная коллаборация вот этих вот сообществ, креативных индустрий, знакомства как бы как с регионом, так и друг с другом и включение уже продуктов, ну, вот этих вот сообществ в федеральную региональную повестку. Там, например, сегодня очень много говорится о том, чтобы помогать продвигать товар, да, то есть, ну, понятно, что продвигать — это не выдать там финансирование на маркетолога, да, а это чуть-чуть другое продвижение. То есть, опять-таки, понимая, где какой продукт нужно продвигать, то есть понятно, что там, если говорим про мастеров, про сувенирную продукцию, это одна история продвижения. Если мы говорим про одежду, то другая история продвижения. Если мы говорим, например, в целом про дизайнеров, допустим, да, там одежда, а не производителей одежды, Это как бы третья история. И вот у каждого направления своя очень индивидуальная история. И здесь как бы задача государства сегодня помочь свой товар продвинуть за пределы региона, потому что и на межрегиональном уровне идет определенное сотрудничество, определенная там история взаимодействия. И, вы знаете, не такое, может быть, не голословное, но я когда вот буквально на днях нам по данному региональному стандарту нужно было провести самоанализ регион, то есть что у нас сейчас есть, чего нет, какие рекомендации. Очень четко видно, что задача именно все ввести в единую цепочку, даже начиная от того, что вот, например, я смотрела региональный стандарт одного из регионов, где они для себя определили одним из направлений, приоритетных направлений, историю маркетинга. В целом, мы понимаем о том, что сегодня продукт, например, видеореклама, аудиореклама, видеореклама, какой-то контент, который вот вы когда заказываете рекламу у кого-то, допустим, вы же не сами себе рисуете это все, ну вы же не профессионалы здесь, а встает история, что вот этот сектор креативной экономики вообще в большинстве регионов не развит, ну то есть реклама на уровне ниже уровня, да, то есть ни Москва, ни Питер. А почему? А потому что, в общем-то, в вузах этому не учат, это как-то всегда маркетинг идет на уровне просто вот продвигаем свои товары, соцсети, с нами мы здорово, да. А кто работает конкретно с визуалом, с аудиалом, этого нет. И вот, например, регион для себя прямо ввел отдельные профессии в вузе, и прямо там определенное дополнительное образование в частных школах, это прямо на уровне стандарта регионального, подписанного губернатором. Вот здесь такая идет история, что очень важно сейчас понимать, куда той или иной отрасли нужно двигаться, что той или иной отрасли не хватает, и дальше помогать. Вот, например, про магазин, про шоурум. Да, мы же тогда говорили, действительно был запрос о здании в регионе. Кстати, где он находится? Советская 51. Советская 51. Со стороны Свердлова. Да, я понял, около площади Победы. Да, со стороны Стены. Да, со стороны Стены. Да, и говорилось о том, что в регионе, то есть когда девчонки ко мне пришли, по-моему, там первый разговор, ну помогите нам бы какое-нибудь пространство, где можно было бы выставляться. Понятно, что государство, ну вот как бы, точнее я как центр мой бизнес, не могу предоставить никакое помещение, там или платить аренду за помещение, потому что это не бизнес история. Но вообще, вообще в рамках того же рек-стандарта предусмотрено, что в регионе должны на разные, это может быть частная собственность, форма, это может быть там взаимодействие государства с каким-нибудь предпринимателем, либо чисто история государственного проекта, должны создаваться подобные кластеры, где как раз-таки предприниматели смогут презентовать свой продукт, свою услугу, именно как вот креативного сектора, где могут быть выставки, показы мод, возможность провести какие-то образовательные мероприятия. Вот мы сегодня, на сегодня такой площадки, ну скажем так, наверное, не имеем. У нас есть площадка частная, арт-резиденция Купца Лапина, ну или как арт-пространство, где они, ну это их частный проект. Конечно, это вопрос аренды. Да, но здесь возможна история коллаборирования уже с нами, и тут уже вот с нашей стороны уже в этом случае возможна какая-то поддержка, когда мы сможем поддерживать ту или иную отрасль, чтобы они могли там разместиться, презентоваться и вот какие-то истории закрывать. Так, время, к сожалению, первой программы пролетело у нас незаметно совершенно. Да, было очень интересно. Я думаю, что, может быть, мы еще соберемся вот в этом составе, потому что индустрия моды, как мы видим, в Пскове существует, и там мы тут, наверное, 10% не проговорили вот об успехах, трудностях каких-то и других вопросах. Ну что, первый выпуск программы «Креативная экономика», которая выходит на радиостанции PLNFM. Делаем мы ее совместно с Центром «Мой бизнес». Главный эксперт нашей программы, руководитель Центра «Мой бизнес» Анастасия Иванова. И сегодняшние гости — представители индустрии моды Арина Овчинникова, бренд одежды «Карман», Татьяна Гаврилова, мастерская одежды «Люба», недорого, да, «Люба дорого манюфектчер», ну, будем считать, что «Люба», да, Вера Григорьева, «Волхаус Альпикора» и Ксения Левченкова, персональный стилист. Огромное спасибо. Ну вот многое, я для себя, на самом деле, просветился. Я всегда вот так меряю, что если я вхожу дилетантом и совершенно ничего не понимаю, выхожу с каким-то пониманием ситуации, значит, мы собрались в этой студии. Не зря. Огромное спасибо. Ну и, соответственно, ждите новых выпусков программы «Креативная экономика». Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...